Хоть турнир и любительский, страсти на спортивной площадке бушуют самые настоящие. Впрочем, и игра идет не на интерес. В качестве призов, главных призов, у нас будет флешка, чашка с эмблемой Ротагра, блокнотик, ручка, карандаш и сыр Ротагра, который производится на нашей фабрике. Это уже третий шахматный турнир, организованный в поселке совхоза имени Ленина. Статус любительского вовсе не говорит о том, что спортсмены не имеют подготовки. Шахматами где-то занималась, с кем-то играла или чисто так сама выучила? Ну, я на турнирах пару раз была, в школьных, в школе, дома. Ясно. А сейчас просто перенервничала, да? Да. Анастасия Мяснянкина, несмотря на всю волю к победе и солидную подготовку, стала лишь второй. Признается, настольные игры – семейное увлечение. Мы не только шахматы, мы в шашки, в нарды, домино, в нарды, вообще все что угодно. Нас шашки, нарды, домино научил дедушка, в шахматы нас научил играть папа. Более двух часов длились спортивные баталии. После нескольких выигранных партий абсолютным победителем стал Даниил Алдашев. Это тебе в качестве главного подарка. Все, бери еще раз. Терпок, молодец. Можно фоточку? Что самое удивительное, Даниил в настоящее время шахматами уже не увлекается, но, как говорится, руки помнят. Мы сейчас занимаемся бассейном, футболом и зоем. Организаторы планируют провести очередной шахматный турнир в сентябре, когда большинство ребят вернутся из каникулярных поездок. Максим Козлов, Екатерина Доблятова. Видное ТВ.